пока молчу когда начнут девчонки рожать тогда мы поговорим на следующую тему про хаммера потому что очень принято прям вот ну не хочу никого обидеть а как я вас могу обидеть да никак когда вот это вот мне не нравится вот это глупое выражение у таких коз упородистых сильно да они созревают типа позже не созревают они позже это опять же сказки заводчиков созревать они должны как все норма это обычные козы и созревают они у меня был тунис чистопородный с детства и вот хаммер ну вот уже ну пока не будем утверждать хотя я то уже у меня я то знаю это точно совершенно а потом поговорим когда девчонки начнут рожать но это я про то что типа хаммер то у вас на этот год ну ничего он работник никакой они не созревают созревают это сказки вот этих людей представляете вот они продали за немыслимую цену этих козлов да а он у тебя не рабочий это за встречается встречается среди всех и занятских меня был такой козел и бесплодие встречается потому что когда это будет обычный козел ты его просто зарежет ну не выкинешь а зарежешь на мясо наш нафиг тебе нужен такой никакой козел правильно а когда люди продали тебе за большие деньги и ты купил за такие деньжище конечно же будут все друг другу утешать что это если попадать если попадается такой экземпляр что это свойственно породе у них обязательно вот у них такие это породы такие что они поздно созревают да нет у меня тунесты из три с половиной месяца крыл ну так получилось девчонки две сестры загуляли отдельно намного раньше и он крыл одну потом на следующий день вторую они прям были такие они гуляли всегда в одно время родились они были сестры от одной матери и он покрыл но правда в один день покрыл потом на следующий день другая тунис у меня до этого был чистопородный этот нубийц и которую покрыл он в первый день то родила а вторая правда нет ну потому что три с половиной месяца это совсем ребенок совсем алтай в четыре с половиной месяца начал покрывать коз потому что коза в тот год как раз я его взяла думала он подрастет как раз там до осени есть время подрасти ему будет 6 месяцев и уже ничего но нет другого козла и будем начинать вот у меня девчонки прям раньше начали заваливать и алтарь крылся там тоже писал не покроет он не покроет а мне смешной человек когда уже у кузов не родили на коров а мы под теми видео все пишет он не покроет в этом возрасте не покрывает тоже так же не писали он в этом году у тебя нерабочий они поздно созревают на глупости это это вдалбливаю то же самое что самое вкусное молоко убийство только коз остальных молоко молоко не молоко у нас все самое лучшее блин только у этих у остальных хотя у остальных тоже люди кто занимается этим кто варит сыр и они сдают анализы жирность хорошая белок хороший ничем не отличается понимаете а вот была болит они много вот эти заводчики дорогие косну потому что понимаете если у вас будет простая коза вы отбракуете нафиг если у вас будет простой козел ник неспособный вы его отбракуете съедите а дорогого вы уже не зарежете и поэтому вот эти вот сказки ходят что это так у них положено это так положено вот вот они тогда я теперь понимаю и это так же как с молоком что самое оно необыкновенное только у нубийских коз да и вот это туда же но у нубийских у камори у этих убиталов самое прям только и дну господи как считаю что некоторые вот этих сказочников которую ну которые развивают свое хозяйство там делают сыры ой ой это же только вот от их коз вот только такое получается продукция больше и опустит еще всех остальных да хотя уже сказала по анализам по фактам то молоко что у этих что у тех коз и вот такие же сказки распространяет и про козлов потому что когда допустим ну опять же большие деньги да они поздно созревают они это козы это козы я бы была уже в стоматологии к ортопеду врач ортопед да он ортопеда не оттаду мне нужно делать коронки мне давно хотелось бы зубы у меня были всегда некрасивые а плюс я всю жизнь прожила без ферритина кому-то это ни о чем не говорит но это разрушение когда нет железа как бы там же нет бы нет в общем зубы рушится крошится очень большая стачиваемость вот теперь-то 50 годам у некоторых уже и своих зубов то нет вот но тем не менее мне хотелось бы раньше тоже не могла потому что когда не было ферритина прям весь рот не то что какой-то зуб болит не то что зуб не то что там нерв вообще весь рот он прям ноет те хочется повыдергивать там все и зубы рушится рушится пломбы выскакивает я ехала опять нам поставить ну ходила какое-то время потом опять и но этот постоянный канитель ну какие там коронки когда просто так вот рот болел зрители писали надо к этому кортодонту надо мази такие то такие то можно там нужно еще в нескольким врачам но причина у меня была причина кто думал да что нехватка железа да это влияет на весь организм даже где вы не подозреваете какой-то орган там заболит но я говорю в моем случае у меня всего нехватка ферритина не за того что болезнь нет если попадешь какому-то другому врачу он тебе начнет лечить болезнь не выявляя причину у меня вот это причина ладно я и вот вроде бы теперь все в порядке и решилась но летом ездить некогда вот заходишь кочун тебя сразу посылает делать панораму снимок зубов нас и консультация врача она тоже платная и она но она молодец мне мама ее посоветовал маме тоже посоветовали мама у нее уже сколько месяцев она зимы ходит ходит лечит лечит то вырывает на маме 70 лет и а вырвали ей так безобразно последние зубы с костями и это все болит нужно теперь ждать пока в общем да вот так вот и она прямо она сказала вот мне ровно то что как я и хотела как бы они у меня зубы есть до своей но большая стачиваемость она горит ей ну как бы вообще нужно ставить вообще весь верх я так и собиралась я не знаю как у меня там я не врач а остальные вроде зубы и зубы они меня не волнует которые там сзади но они с пломбами но если уже без нервов и с пломбами уже нужно закрывать этой коронкой аперик я прям сам по себе хотела менять потому что они просто страшные и да он ведь работы будет долго сразу говорю потому что сначала их нужно будет лечить да потом книжа будет стать ведь я с ужасом представляю этот отрезок времени когда вы будешь ходить стать и на тебе прям все минуту не поставит коронки стаченые стаченые вот эти вот зубы вот но надо что поделать вот она сказала одну месяца не меньше месяц-два и цену я выскажите мне цену чтобы знать на что рассчитывать то есть сначала будем делать вверх вверх 60 тысяч мне обойдется потому что коронка на каждый на каждый вообще у меня статьи вывести стачиваем и стачиваем и стачиваем и стачиваем и везде из 9 9 9 они у меня сильно стачиваются да причем мне нужно было давно этим заняться бы тоже еще перетим ферритином но я ходила к такому врачу который мне упорно говорила что не надо тебе ставить коронку да и надо ты только поставишь они сразу соскучит да не надо да не находи пока есть свои представляете я слушаю а потом пока не посмотрел в других врачи как не надо когда все другие говорят как только ты нерв удалила тебе нужно закрывать этот зуб коронкой потому что он рушится да как у меня и происходило я съезжу мне нерв удалят он бы поставят хожу-хожу потом опять ломба выскакивает черт ну не сразу не потом опять опять поставят а потом зуб со временем опять же не сразу не за месяцами за два и не за год но через несколько лет уже начинает крошиться и он все его выдирать и я вот так вот ходила ходил несколько зубов загубила а потом не послушал что говорят другие врачи а нужно сразу идти как только как только ты нерв удалил он бы поставил ну и закрывать этот зуб коронка представляете я весь рот почти загубила ну ничего еще ничего страшного ну то бы было дешевле по несколько зубов делать да по одному бабушка звонит сейчас и денег меньше был ушло и времени а то я сейчас весь рот делать ну начнем пока сверху потому что вверх мне обойдется 60 тысяч естественно весь рот прям сразу я делать не буду мне хотя бы но постепенно понимаете это для меня очень дорого вот это один вопрос но заняться нужно все равно то бы я платила там по несколько тыщеночек да и и рот был красиво ладно зачастую теперь прочитать вот мне так попалась и возмущалась в этом кабинете рассказываем потому что кто-то мало ли кто-то захочет делать тоже все хорошие зубы поставить коронки делать панораму панораму делать еще от удовольствия я боялась вдруг не дай бог как снимок зубов когда есть наверно еще такие когда тебе лезут в рот пихает шутерунду я вот это вообще я вот это не выношу меня постоянно рвотные рефлексы я еле-еле это все выдерживала это вот для меня просто это муки вот прям наказание я думала что-то типа такого что-то они здесь снимок вообще всего рта думаю блин я не знаю как я живая там асанс нет это очень это вообще другая процедурка ты подходишь там просто становишься ну там тебе в рот такую ерунду маленькую ты зубы смыкаешь и снимочек делать но для или панорамы чтобы сделать панораму нужно обязательно снять все сережки это ерунда нужно прическу даже не то что тебе эти заколочки нужно хвост а все убрать потому что лишнее какое-то что-то пятно она будет на этой панораме почему-то на зубах ну вот так вот это делается уже и у мамы побыла и уже домой иду купила ну да вот и клиенту общипанных порезанных вот пришло в этот кабинет мне говорят сережки нельзя снимайте и все нужно с головы снимать вообще все я скажу почему нельзя почему не предупредили до этого когда я шла вот на это процедур но когда ты приходишь да ты платишь или допустим не платишь перед узи тебе обязательно говорят ты должен там пронести это 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 мы к сожалению у нас да просто так ты не идешь обязательно так и носишь с тобой пеленки не знаю что там еще перчатки ну предупреждаю от людей да почему здесь не скажу условно платно то есть деньги вы берете рассказать прям язык отсохнет а у меня вот эти сережки я сняла а вот эти две они у меня на ухо намертво они серебряные они так приделаны там какая-то такая застежка короче я ковырялась ковырялась вот видите ободралась здесь все это у меня покрытие отошло а я их только недавно делала недавно делала записи у меня только через три недели и он начнет понимать на честно все это отслаивается и ломаться я буду ходить такая обгрызная я короче ковырялась я думаю я уши оторву вот эти сняла вот эти боковые я так и не сняла я расскажу может быть хвост оставить а невидимки снять они нет потому что на этой на панораме все будет пятном как-то вот таким вот образом это все делается что все это накладывается на на челюсть потом в итоге на картинке видно на я это же вообще я не стала там пугаться я возмутиться возмутилась только потому что в этом кабинете женщина работает хорошая очень хорошая женщина очень хорошая я почему не сказали почему не приду смотрите я вот сейчас вот это все разделала а у меня здесь пушится тут пушится я дома залатила вот они эти рога торчат ведь то есть мне дома на прям собираться чтобы выйти в город я потом сейчас все это собрала пальцами ну естественно у меня расчетки нет но я вот потом после этого вот такая вот лохматая там торчит там торчит я это еще должна все раскрепаться и погода мне сейчас я иду уже из администрации мне нужна была администрация да если мне не надо было администрации мало я что должна ходить как лохундра вы почему не предупреждаете что это за процедуру нет я конечно много видео пересмотрела про коронки какие как всегда то есть мы выбираем себе сами врачей сами выбираем себе процедуры потому что врачи могут не то вам сделать и назначить да кучу видео смотрела про зубы про коронки но про панораму я вот не посмотрела видео понимаете вот понимаете ладно со стрижками бы пришли вам там лохматая там торчит там торчит я завязала себе как могла пальцами собрала на все это расческой если я естественная массажные волосы длинные я расчесалась массажной расческой я не ношу с собой расчески и зачем я дома собралась залачивала что у меня торчит все расчесалось пошла и вот если тебя стрижка конечно без проблем да и сережки снять тут ну не это не знаю мне прям чё-то так возмущаться возмущаться захотелось не представляете да вот предупреждаю женщину кого длинные волосы у кого чего-то там наверчина наплетено да и когда идете на такую процедуру знаете там нужно все снимать все расплетать все убирать нет ну можно было просто сказать просто предупредить да смотрите это делается так можно снять сережки все украшение ну правильно руки то там вообще и такой снимок конечно смешной вот этот рот вот эти зубы и тут у меня вот эти вот гвоздики два остались сережки вот все это понятно я возмущалась не потому что мне сказали это убрать ты никто никому в голову не взбредет перед операцией возмущаться если тебе скажут там снять да нет ну дело то не в этом но предупредить же можно но правда же платное это хотя именно этот это государственная больница но именно этот врач и именно эта услуга панорама они платны но можно даже если это бесплатно и но почему нельзя предупредить что это будет проходить вот так вот представляете вы заходите а некоторые женщины вообще прям так вот знаете у меня никогда не было такой черты на некоторых смотришь они постоянно зеркальцем у меня постоянно расчесочка не постоянно смотрится вытираться подкрашиваются расчесывается и вот они все вот такие кстати вот такую это ладно я пальцами заделала и пошла дальше по городу а мне не домой надо мне надо было там по городу ходить по нескольким местам до пальцами сделала хорошо у меня наладченное она была все но если бы я была прямо вообще с помытой головой у меня все вот это вот пушилы все вот это тут вот все вот это вот и не хотелось бы да можно просто предупредить вот я к чему не потому что мне сказать уши красные до сих пор я думаю я оторву на кстати надо посмотреть вообще просто намертво я так их и не сняла вот эти здесь откручивается здесь открутила а там такие они задвигаются как я там задвину ай аж ухо горит и ноготь сломал вот так вот и начала она мне на сколько вас описывать евро мне опять вот так вот после после час хотя бы она ну так все время у вас не получится приходить а я чтоб не дела там сделать же дома желательно бы еще и с козами погулять подойти покормить еще и погулять и потом я обычно еду в город она у вас так не получится всегда приезжать потому что я работаю она работа с утра и до не помню я сказала до двух я не получится так не получится но будем делать да ну а что делать будем умудряться будем там раньше делать дела в деревне я имею ввиду раз начала вот это мероприятие она сразу сказала что это долго и это трудозатратно это будет и дорого и так и сяк ну то есть что это не одним разом ни один ни два ни пять раз да мне мама вот ходит сказала уже зимы и все ходит да ну а что поделаешь да это же нам надо вот а так и врач хорошая вот это вот потому что ее хвалили а девочка молодая но уже опыт у нее есть и мне понравилось прямо на все она мне посмотрела и все сказал как я в принципе хотела так она мне и пока ходила мне пришло сообщение вздак пришла посылка я заказывала еще картинзий посажу теперь в другом месте и будем смотреть возле дома я посадила и еще картинзий и хвой на одну елочку такую необычную необычную форму купила пока ходила пришло сообщение а уже не получила а прям вздак рядом там с бабушкой с бассейном думаю блин ну могла получить конечно в принципе не очень охота было тогда все равно мне послезавтра приезжать делать будут слепок теперь то есть как у меня до мы видим и мне покажут наглядно как будет после ну все уже отступать никуда позади москва будем делать посылочка получил в другой раз когда сажать правда не знаю они ну теперь такие территории копать не будем теперь просто чисто под кустик под каждый ладно это что потом